Здравствуйте! Вы смотрите Актуальное интервью на телеканале 6 ТВ. С 2006 года в стране реализуется национальный проект здравоохранения. Сегодня мы подробнее поговорим о том, какие мероприятия проходят в крае в рамках этого проекта. В нашей студии Оксана Валерьевна Кожемяка, главный врач Краевой станции переливания крови Министерства здравоохранения Хабаровского края, председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Хабаровского края, член Общественной палаты края. Здравствуйте, Оксана Валерьевна! Здравствуйте! Действительно, уже скоро будет 20 лет, как начал реализацию национальный проект здравоохранения. Как вы оцениваете ее реализацию у нас в крае? За 20 лет, конечно, многое поменялось. А, наверное, если говорить про последние 3 года, то изменения колоссальные с включением в проект здравоохранения программы модернизации первичного звена здравоохранения. То есть это центральные районные больницы, там, где есть амбулаторные подразделения, то есть ФАПы, поликлиники. Это и поликлиники, естественно, города Хабаровска, города Комсомольска на Амуре. И мы видим, что буквально за 3 года более 500 единиц только медицинского оборудования поставлено в наше лечебное учреждение. В проект зашло 38 учреждений в Хабаровском крае. И я думаю, что 4 фельдшика кушерских пунктов, которые только в этом году ввели в строй, показывали об этом, широко освещали. Это, конечно, тоже приближение той доступной помощи для населения. Самое главное, они его могут получить в комфортных условиях. И на медицинском новом оборудовании удобно работать и нашим коллегам, медикам. Поэтому только больше 94 единиц автомобилей было за последние 3 года приобретено для центральных районных больниц. То есть для населения доступность лучше и для, опять же говорю, коллег она лучше. Потому что медику на новой машине всегда удобнее приехать к своему пациенту и быстрее, и не думать о ремонте. Потому что новое это всегда новое. Вы сказали о том, что фельдшерские пункты открываются по всему краю. Давайте на примере села Пушкино Бекинского района разберем. Там проживает 442 человека, и раньше у них не было доступа к такой помощи. Ну мы понимаем, что Хабаровский край очень большой. Мы все это знаем. И в каждом населенном пункте, конечно, фельдшерский пункт невозможно поставить. Или центральную районную больницу. Очень широко у нас в крае выездная форма работы проводится. Это и поезд здоровья, и пароход здоровья, и мобильные комплексы, которые выезжают от клиника диагностического центра, если говорить про Комсомольский на Амуре. И здесь у нас поликлиника Вивея, и близлежащие районы сотрудники, коллеги выезжают в составе таких мобильных бригад. На следующий год планируется две машины таких закупить уже оснащенных оборудованием, которые тоже будут выезжать. Но вот открытие, конечно, фельдшерско-акушерского пункта в Бикинском районе, да, это отличная новость для всех нас. Так же, как и фельдшерско-акушерские пункты, которые открывались в районе Лозо в этом году и в Хабаровском муниципальном районе. Человек приходит в чистое новое помещение. Как говорил фельдшер, вот стоит новое гинекологическое кресло. Да, у фельдшера есть подводка всех коммуникаций. Поэтому вот эти все условия и возможность прийти и получить медицинскую помощь, конечно, это здорово. И я думаю, что люди там счастливы от того, что вот для них это делается. И не нужно за какими-то услугами ехать там три часа в город Хабаровск, да. И даже если будет приезжать мобильная выездная бригада с узкими специалистами, она уже приедет в этот фельдшерско-акушерский пункт, и они сядут там спокойно, посмотрят тот, кто будет нуждаться в осмотре, и получат медицинскую помощь и узких специалистов. Давайте поговорим о заботе о детях. С этого года, с 2023-го, в Хабаровском крае реализуется национальная социальная инициатива диспансеризации детей первого года жизни. Как это проходит, в чем новшество? Да, честно говоря, не так широко, наверное, эта тема освещалась. И мы, как члены общественного совета, об этом узнали, когда к нам пришли выступить на общественный совет. Главные врачи поликлиник номер один нашей поликлиники детской, Елена Николаевна Андрюшкина, и поликлиники номер три, которая в Краснофлотском районе. И когда они нам рассказали, что вот они вступили в такой пилотный проект, и много можно было сделать, рассчитано было по часам, по дням, по минутам, как оказывают медицинскую помощь при диспансеризации детей первого года жизни доктора, то сделано было что? То есть мы все прекрасно знаем, да, многие из нас обращались, что для того, чтобы пройти медицинский осмотр в год, ну или в течение года, нужно записываться несколько раз, да? А кулис принимает в то время, невролог в это, в разных помещениях, нужно еще сдать анализы. На сегодняшний день к чему привела вот этот вот проект? О том, что в поликлиниках в течение двух-четырех часов максимум за один день можно пройти все. То есть поликлиника выделяет два дня для детей первого года жизни, что в принципе было как бы и раньше, но так не получалось. И мамы с детьми приходят, сдают анализы крови, и поэтапно администратор проводит маму с ребеночком по всем кабинетам, практически не задерживаясь. То есть не нужно приходить заранее, нужно прийти к своему времени, и ты буквально в течение дня получаешь осмотры всех специалистов, у тебя диспансеризация закрыта, мама, естественно, счастлива, потому что не нужно несколько раз ездить в поликлинику. И это очень удобно, конечно, и коллегам нашим, потому что все на учете, детки, что ребенок прошел осмотр, ребенок здоров, либо ему нужны еще какие-то консультации специалистов. Поэтому самое главное сейчас внедрить вот эту социальную инициативу, этот проект и на другие поликлиники в городе Хабаровске у нас детские. Мы как члены общественного совета приехали, посмотрели, действительно вот этот проект, как называется, «Ромашка», да, что вот он пришел, ребеночек, и вот в разные стороны пошел. Въедряется, хорошо это все проводится, не перекрещиваются потоки с пациентами, которые поступают, ну, больные, да, дети. Вот поэтому все здорово. У нас есть по этому поводу мнение губернатора Хабаровского края, Михаила Владимировича, давайте посмотрим. Вы видите, современнейшее оборудование, по последнему слову техники, все технологии, самые последние материалы, самые лучшие оборудования, все из дружественных стран или отечественных. И вот врачи, я вижу, конечно, и медсестры в восторге, хвалят. Но главная задача, чтобы дети поменьше болели, и чтобы здоровье у нас было лучше. Да, действительно, и для мам это намного удобнее, и для врачей, да, когда к ним приходит ребеночек. Давайте поговорим о новых объектах, которые еще возводятся в Хабаровском крае, в городе Хабаровске. Я знаю, что была запущена не так давно новый корпус инфекционной больницы детской. Да, такие вот крупных два долгожданных объекта, конечно, для детей. Это инфекционный корпус детской больницы, потому что, ну, что греха таить, многие мамы и вообще жители города Хабаровска, да, всегда даже скорой помощи или не вызывая скорую помощь, лечат ребенка сами. Только лишь бы, вот когда температура и рвота по носу ребенка, нас не везли в эту инфекционную больницу. Ой, там так страшно, так невозможно и все прочее. Конечно, вот этот новый сданный корпус по последнему слову оборудование, оснащение, расположение, удобство, это, конечно, великолепно. Поэтому я думаю, что теперь не страшно будет ехать в инфекционную больницу, и каждая мама должна знать, что она полежит там 2-3 дня, ну, если это какая-то такая не очень тяжелая инфекция, да, и получит всю медицинскую помощь. Если это случаи менингита, которые каждый год у нас бывают, да, серозно-вирусные менингиты, то есть тоже все боксы при любой инфекции, это и корь, ну, любые заболевания, и сальмонеллез, да, все сделано так, чтобы оказывать медицинскую помощь в соответствии с стандартами. И если говорить о втором объекте, таком крупном долгожданном, это, конечно, детская 17-я поликлиника, да, которая выехала из своего помещения приспособленного, переехала в большое, хорошее здание, там чисто, красиво, светло, новый рентген-кабинет, отделение реабилитации, физиоотделение, то есть и когда люди говорят, которые вот говорили, что вот мы ходили туда, а сейчас пришли туда, конечно, и стены, и вот это вот оснащение, ну, это очень много значит, мы это прекрасно понимаем, но мы же говорим о том, что и то помещение поликлиники 17-й, да, не стало там просто там заморожено, очень быстро был проведен ремонт, и 11-я поликлиника взрослая там тоже открыла свое подразделение, и тоже уже те, кто живет в этом районе, им уже не нужно ездить в Южный, да, они у себя здесь вот получают медицинскую помощь, там тоже бережливое производство, регистратура открытая, ну, все для людей, пациентоцентричность, да, дружелюбие, ну, это основные, наверное, такие вещи. Да, действительно, не зря же говорят, что обстановка очень сильно влияет на выздоровление человека, когда приходишь в помещение такое светлое, как мы сейчас увидели, с новым оборудованием, то и на душе становится намного спокойнее, да не так тревожно бывает уже идти к врачу. Расскажите о проекте Здравконтроль, который, насколько я поняла, позволяет держать такую близкую связь с населением. Да, но если говорить про обращение граждан, у нас граждане буквально недавно заслушали на заседании общественного совета представители Минздрава могут по разным источникам и более 75% обращения граждан поступают, конечно, в электронном виде. И в этом году наш Хабаровский край в числе 35 регионов Российской Федерации вошел в такой проект Здравконтроль, который реализуется Общественной палатой Российской Федерации, создано три чата для жителей Хабаровского края, которые можно вступить жителям города Хабаровска отдельно, жителям города Комсомольска и жителям всех остальных районов Хабаровского края, чтобы не перекликались какие-то вопросы и не было там большой слишком информации. В этом чате можно написать свое обращение, допустим, как город Комсомольск, я не могу записаться там к лору или как получить лекарственные препараты льготные, да, там, почему мне их сейчас не выписывают на три месяца, как было при ковиде, при ковиде выписывают только на один месяц и только после осмотра врача. Разные вопросы поступают туда. То есть проект этот предназначен для чего? Для того, чтобы помочь, вот, человеку, который обращается, в самый короткий период. Ну, конечно, желательно и хорошо бы в течение, там, двух часов. Но даже если это делается в течение суток, гражданину отвечает заместитель главного врача, ну, чаще всего, ну, руководитель, либо заведующий подразделением, да, в личном уже сообщении, не в общем чате. Вот, допустим, вам нужно прийти тогда-то или записаться туда-то, или, ну, то есть на конкретный вопрос подается конкретный ответ. То есть нет такой бюрократических каких-то вопросов, когда заявление пришло на Министерство здравоохранения, оно спустилось на учреждение, учреждение отвечает. То есть не месяц мы отвечаем, да, человеку, там, не три дня, допустим, как в инцидент менеджменте, а сразу же в течение, как бы, суток человек получает конкретную помощь. То есть это не связано, там, с каким-то оказанием медицинской помощи и проведением экспертизы, однозначно нет. А вот на такие вопросы, которые позволяют активно и быстро, оперативно отреагировать, проект очень хороший. И вот 20 декабря подводятся итоги в общественной палате по этому контролю. Но я думаю, что мы продолжим и дальше работать в этом проекте и коллег наших с Дальневосточного федерального округа туда привлекать, потому что он действительно, как бы, есть эффект от этого. И коллеги, которые работают и в учреждениях здравоохранения, тоже говорят, что, в принципе, видно те вот такие, наверное, острые моменты, которые ты не видишь, сидя у себя в кабинете, да, когда тебе пишут люди, то есть, ну, есть тема, на что обратить внимание, что исправить. Это общий чат. Куда обратиться? Он есть у нас на сайте во всех медицинских организациях. Можно зайти на сайт, набрать здравоохранения, и войти в этот чат, подписаться на него. И главное, что это Хабаровск, это Хабаровск, Комсомольск, это Комсомольск, и просто Хабаровский край. Третий чат. Действительно, очень хорошая инициатива, хороший проект, потому что, я думаю, каждому из нас приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда нужно обратиться к руководству поликлиники, больницы, и, к сожалению, да, как вы сказали, приходится очень долго иногда ждать ответа. Вот все те мероприятия, о которых вы сегодня рассказали, конечно, они внушают такую гордость за Хабаровский край и надежду на то, что мы действительно развиваемся в правильном направлении. Если сравнивать с другими регионами, то как вы можете оценивать происходящее у нас в крае? Если сравнивать с другими регионами, я могу сказать, конечно, что Хабаровский край, ну, по моему мнению, на ступень выше по многим показателям. Ну, это и по отношению, конечно, к своим жителям, по тому вниманию, которое уделяется губернаторам и правительства края. То, что мы все-таки реализуем все проекты максимально, да, законтрактованы у коллег все те федеральные средства, которые выделяются на закупку оборудования. Очень хорошо работает оборудование, ну, те же рентген-аппараты, которые поставлены, маммографы, томографы в центральных районных больницах, да. То есть не нужно уже в центральной районе больницы, допустим, Тугура Чумикана иметь врача-рентгенолога, да. Там достаточно рентген-лаборанта, который сделает снимок, отправит его с системой искусственного интеллекта, да, в Хабаровск. Там опишут специалисты этот снимок. И тут же в течение, как бы, вот режима реального времени рентген-лаборант или лечащий врач, терапевт или педиатр получает описание. То есть это делается у нас в крае, делается центральными, ну, реально каждый день. И это позволяет тоже привлекать и специалистов, потому что, когда у тебя есть хорошее оборудование, хорошее оснащение и жилье, тебе предоставляется в муниципальном районе, конечно, люди к нам приедут, и по программе «Земский доктор». У нас дополнительные выплаты есть, да. И если говорить о том, что какие вот у нас есть достижения, ну, наша вторая краевая больница, может быть, больница Владимирцева немного говорит, но они делают одни в Дальневосточном федеральном округе операции при эпилепсии, вот, да, которые позволяют человеку вообще уйти от эпиприпадков. А если они каждый день или через день у людей, ну, это же глубокие инвалиды, да, то есть об этом тоже надо рассказывать. У нас достижений в крае много, чего стоит только в этом году трансплантация почки, да, наши врачи-урологи, нефрологи вышли на совершенно другой уровень. Поэтому я думаю, что мы будем идти только вперед. И, ну, благодаря тому, что вот наш президент Владимир Владимирович Путин все-таки такое внимание уделяет и вообще проблеме здравоохранения, и отрасли здравоохранения, и модернизации первичной медико-санитарной помощи, и помощи детям и взрослым, наше дело реализовывать то, что нам дают, и хорошо работать. Оксана Валерьевна, хочется услышать от вас слова пожеланий перед Новым годом. Чего вы пожелали бы Хабаровскому краю и каждому его жителям? Хабаровскому краю процветания и жителям всем здоровья. Чтобы все были здоровы, счастливы, ну, и занимались все-таки, думали о здоровом образе жизни. Большое вам спасибо за эту добрую беседу. Действительно беседа, которая поднимает настроение и, как я уже сказала, заставляет гордиться нашим Хабаровским краем. Я напомню, что сегодня в нашей студии была Оксана Валерьевна Кожемяка, главный врач краевой станции переливания крови Министерства здравоохранения Хабаровского края, председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Хабаровского края, член Общественной палаты края. Я присоединяюсь к вашим пожеланиям и добавляю, будьте здоровы. А у нас на сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин